Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это новости по The Isle of Rima. На этой неделе, как мы знаем, команда разработчиков уделила большое внимание тестированию нового контента, устранению ошибок, различным корректировкам перед предстоящим стресс-тестом. Да-да, тот самый знаменитый стресс-тест, помните, когда вышел Дейназух и Птернадон? Ну, придется потерпеть. Также в дорожной карте система диеты переломов изменили свой статус с разработки на полировку. Что это обозначает? Обозначает это то, что прогресс работы над четвертым обновлением разработчики стоят на последней стадии работы и планируют развернуть стресс-тест. В дорожной карте также изменил свой статус новоиграбельный персонаж Пахи Целлофазавр. Его атаки и остальные функции полностью завершены, но сам Пахич будет доступен в обновлении номер 4.5. Некоторые люди спрашивают, почему Пахи не будет в четвертом обновлении, раз он полностью готов. Ответ совсем простой. В первую очередь разработчики хотят увидеть, как будет работать система диет, поскольку она должна кардинально изменить поведение игрока и сам геймплей. Но будет очень сложно собрать от игроков обратную связь о том, как будет эта система работать, если все будут играть за нового персонажа. Да, мы все уже и многие из вас посмотрели знаменитый ролик на официальном ютуб-канале разработчиков Айл, где нам показали Пахи Целлофазавра, и многие уже обрадовались. Оп. Игровой новый динозавр. Нет, 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 ребята. Скажу так, что в этом видео скрыто много будущих обновлений, а также сам лор игры. Если задуматься и подумать, помните, в прошлых новостях об Ивреме я вам рассказывал, что вроде как в пятом патче должны быть доступны уже люди в игре. Мы помним и видели стримы, различные видео от разработчиков, где они тестили людей. Так что, скорее всего, здесь смысл такой. Во-первых, мы увидим камеру, что как будто кто-то из-за кустов снимает трех Пахи Целлофазавров, и вдруг резко два Пахи Целлофазавра сталкиваются между собой, а в конце камера резко поворачивается направо, и еще один Пахи Целлофазавр устремляется прямо на нас и убивает кого-то. Скорее всего, здесь такая скрытая мысль, то есть выход патча 4.5. Пахи Целлофазавр. Да, мы их видим, но кто снимает, непонятно. Скрытый смысл таков. Люди. Скорее всего, после выхода патча 4.5. Мы видим, как Пахи Целлофазавр атакует человека, играющего от первого лица. Да, конечно, сейчас вы скажете. Кай, в дорожной карте нету никакого намека на человека, но вспомните с самого начала дорожную карту. Тот, кто следил с самого начала Эвримы, тот вспомнит и поймет. Да, мы видим, что в пятом патче там у нас ждут обновления цикла дня и ночи. Ночи станут темнее, день светлее, игры красок, как обычно, система гнездования. Но вспомните сначала, где была система гнездования. Если мне не изменяет память, то, по-моему, в патче шестом. Теперь уже в пятом. То есть разработчики все время меняют свои расчеты с выходом каких-то новых обновлений. Ну, конечно, если вдруг у них там что-то опять вновь поменяется, и через полгода в пятом обновлении не выйдут люди, то тогда уже можете меня забросать тапками. Потому что я всегда в своих роликах вставляю самую актуальную и самую свежую информацию. В общем, то, что я хотел донести по поводу этого ролика, я до вас донес. Я думаю, что дальше говорить о системах диет, переломах, похицелофазаврии, наверное, уже не стоит. Ну, если что-то вдруг я вспомню, обязательно вам расскажу. Давайте теперь я вам немножко поспойлерю и зачитаю некоторые ответы от разработчиков о дальнейшей судьбе Эвримы. Множество интересных вопросов, взятых с официального Дискорда. Кстати, ссылочка будет в описании. И некоторые вопросы, которые все-таки дошли от меня до разработчиков. Сразу оговорюсь. К сожалению, вопросы, связанные с запуском игры, потому что многие мне пишут комментарии, почему у меня не спускается Эврима, у меня выдает ошибку, связанную с античитом. Разработчики пока мне не ответили. Так что я задам вопрос прямо в этом ролике вам, господам, всем смотрящим. Если кто-то знает, как решить проблему, связанную с запуском игры и выскакиванием проблемы античита, пишите обязательно в комментариях. Ну что же, начнем. Ответы на вопросы. Модели карты. Будет ли изменена когда-нибудь карта Эвримы и как часто она будет меняться? Какие поправки коснутся карты? Ответ разработчика. Да, карты и все дополнения к ним будут довольно регулярной вещью во всех обновлениях. Даже с выходом мельчайших фикс-патчей карта будет постоянно обновляться. Расширятся ли игровые зоны и будет ли больше карта дальше синих границ в четвертом обновлении? Ответ разработчика. Вероятнее всего, да. Будут ли в новом четвертом обновлении какие-нибудь новые озера или реки? Ответ разработчика. Да, будут. Уже есть несколько новых источников воды, кроме рек. В игре будет присутствовать когда-нибудь засушливый биом? Типа засухи, пожаров, высохших рек, озер? Ответ разработчика. Засушливый биом планируется после выхода пятого патча, скорее всего. Также в это же время придут дожди, грозы и непогода. Реки и озера, возможно, после засухи будут пополняться водой. Рост гипсилофодона. Гипсилофодон останется все так же игровым персонажем, за которого сразу начинаешь с ростом фулл-адолта. Ответ разработчика. Нет, в дальнейшем гипси будет иметь рост. Гипсилофодон уже начнет расти от хэтча до адолта в четвертом обновлении. Телеплатоядные животные будут иметь систему диет. Ответ разработчика. У всех платоядных динозавров будет система диет. Исключение дейнозух. Поскольку у них нету явной возможности охотиться на свою жертву и получать какие-то дополнительные питательные вещества на суше, они будут получать питательные вещества от рыбы и от всех животных, которых только поймают. Домашние животные вайл-эврима, как боты, или что это, откуда козы, коровы, свиньи? Ответ разработчика. Эта игра не происходит в доисторические времена. Ведь люди существуют на острове и будут существовать. Ведь люди же питались чем-то и кормили платоядных животных. Возможно, проект Apollo Engineering вышел из-под контроля и все домашние животные выбежали. Ну и, наверное, последний вопрос, которым я закончу данные новости. Вопрос, который поставил меня невероятно в тупик. Какие новые игровые динозавры будут в Ивриме, которых нет в дорожной карте? Ответ разработчика. Трайк. Ну, а если тебе понравилось данное видео, пальчик вверх, подписка на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Всем спасибо за просмотр. Хорошего выживания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok